всех приветствую дорогие друзья сегодня я вам расскажу о том что смог добыть для вас у автомобиля honda freed и freed spike а именно техническое обслуживание ресурсность стоимость запчастей плюсы и минусы по сравнению с его конкурентами и конечно же цены наливайте чай берите что-нибудь вкусное а мы начинаем зайдя на дром из конкурентов по стоимости по 7 местным автомобилям можно отметить honda crossroad и toyota siento это только при том условии если брать гибридную версию а полный обзор на эти автомобили вы можете увидеть по ссылке в описании honda freed выпускался с 2008 года до 2016 года 2010 года появилась версия spike начнем с того что это практически два одинаковых автомобиля и спайк от обычного фрида отличается немного внешне а именно другой мордой и задней боковой части у него пластиковые вставки вместо стекла а в салоне у спайка 5 мест вместо 6 или 7 у фрида ходовые части автомобиля кузов и интерьер разберем вместе ибо они практически схожи друг с другом но сначала о технической части автомобили можно разделить на три вида передний привод и вариатор гибридная установка и вариатор и полный привод на автомате у первого стоит полутора литровый двигатель l15 и на сто восемнадцать лошадиных сил коробка передач вариатор с маркировкой спая или спа и передний привод маркировка кузова gb3 у второго передний привод стоит гибридная установка с двигателем lp а на полтора литра восемьдесят восемь лошадиных сил гибридная установка има и вариатор с маркировкой sd5 а поэтому не подойдет от обычного бензинового двигателя маркировка кузова gp3 и у последнего стоит полный привод двигатель l15a и старый добрый автомат маркировки автомата m1pa m1py sp1a маркировка кузова gb4 теперь перейдем к техническому обслуживанию и ремонту начнем с двигателей l15a это достаточно старый 4 цилиндровый двигатель и устанавливался он также на fit fit aria fit shuttle партнер и другие ходит примерно 300 400 тысяч километров привод грм цепной двигатель очень простой но с его обслуживанием лучше не затягивать примеру если вовремя не поменять свечи то можно будет нарваться не только на их замену но и на замену катушек зажигания я рекомендую менять свечи раз в 20 25 тысяч километров а замену масла и фильтров раз в 5 7 тысяч километров двигатели тоже желательно лить оригинальное масло около 4 литров по стоимости замена масла и фильтров в районе 6 8 тысяч но за это относительно недорогое простое обслуживание приходится платить расходом и динамикой автомобиля расход на автомате в районе 10 литров в городе а по трассе 78 вариатора значительно меньше на гибриде установлен двигатель той же серии что и на предыдущих автомобилях но он выдает 88 лошадиных сил плюс еще гибридная установка системой им а она работает немного иначе чем на приусе примеру приус на малых скоростях движется на электродвигателя а потом переключается на двигатель и двигается только на нем у хонды гибрид может работать как на 3 также может работать вместе с двигателем что помогает при обгонах на трассе также за счет гибрида уменьшается расход двигатель с названием лг и имеет 8 свечей зажигания в отличие от не гибридной версии и тем самым трата на свечи будет два раза больше остальное обслуживание примерно такое же учитывая что установлена гибридная установка нужно помнить что она не любит простоев и низких температур а теперь расскажу вам о коробках передач вариатор спая из по устанавливается на не гибридные модели с передним приводом различается только настройками и количеством датчиков спая это рестайлинг предыдущего вариатора спо сам по себе это надежный вариатор с ресурсом плюс-минус 250 тысяч километров в нем надо менять масло h&mf раз в 30 тысяч километров и делать замену фильтра но фильтр находится внутри самого вариатора а значит чтобы произвести его замену придется заплатить значительно больше в основном люди делают частичную замену масла замена масла и фильтра вариаторе обходится в районе 15-17 тысяч рублей еще одна частая проблема это выход подшипника первичного вала он даст о себе знать в виде гула и тут придется расчехлиться около 25 тысяч рублей ресурс у вариатора в районе 250 тысяч километров я считаю это очень даже неплохо вариаторы у гибрида обслуживаются также автомат он и в африке автомат а его надежности знает практически все так и у фрида и у спайка стоит надежный автомат да к тому же еще и полный привод поэтому можно не бояться что вы куда-нибудь можете не заехать на скользкой дороге или застрять в песке также он позволяет перевозить тяжелые грузы до 400 килограмм не опасаясь о последствиях меняете масло в автомате раз в 50 тысяч километров также выносной фильтр и будет вам счастье к тому же учитывая его простоту менять в нем расходники значительно проще и дешевле если вы захотите это делать сами например обслужить его около пяти семи тысяч рублей а масло в него заливается атф z1 около трех литров и никакой другой в принципе если говорить о внешности то это два практически одинаковых автомобиля различия только немного в разной передней части а именно формы фар решетки радиатора капот и бампер и крыльев также в задней боковой части кузова у фрида стекло а у спайка вставка поговорим о рестайлингах касаемых внешности в первом рестайлинге у фрида с 11 по 14 год немного поменялась форма бампера и решетки автомобиль стал немного агрессивнее смотреться также новые ксеноновые фары с функции автоматического выравнивания и управления светом устанавливали с 2012 года а гибридная версия имеет такое же другой бампер и решетку в отличие от версии без гибридной установки еще были изменены задние фары они были позаимствованы у спайка во втором рестайлинге с 14 по 16 год появилась новая решетка радиатора и передний бампер в гибридных версий в задних фонарях прозрачные секции стоп-сигналов стали красными еще появился новый цвет кузова темно-красный перламутр также можно выбрать колеса либо стандартные штамповки либо легкосплавные диски в зависимости от комплектации а теперь комплектации они кстати одинаковые у обоих автомобилей самая простая 1 и 5 g и там у обычного фрида на втором ряду два раздельных кресла в салоне в обоих климат-контроль не на кнопках а на крутилках нет электропривода у пассажирских дверей круиз-контроля подушки безопасности только у пассажира и водителя но как опции могут быть и боковые а дальше опираясь на эту комплектацию будем делать вывод других 1 и 5 g just selection здесь и на последующих климат-контроль на кнопках электропривод двери но как опция могут быть и две также есть мультируль и камера заднего вида и кнопка запуска двигателя 1 и 5 g aero отличается от just selection легкосплавными дисками и задним спойлером 1 и 5 g premium edition имеет электропривод двух пассажирских дверей круиз-контроль сидение с кожаными вставками и полноценный кожаный мультируль и ксеноновые фары также комплектации у фрит делится на шестиместные с раздельным вторым рядом и семиместными с диваном на втором ряду я так и не сказал почему этот автомобиль один из топов заказываемых автомобилей из японии да потому что предлагая большой функционал и свою универсальность автомобиль практически не имеет конкурентов по своему ценовому сегменту ведь его можно привезти из японии всего от 800 тысяч рублей но при условии что вы его берете для себя на сегодняшний день утилизационный сбор стоит 5200 рублей только при том условии что вы привезли машину для личного пользования и не будете перерегистрировать ее целый год а цены на драме завышены только по той причине что их перепродают поэтому обращайтесь к нашим менеджером они вас проконсультируют и помогут выбрать для вас автомобиль и все это бесплатно эта компания akira авто у микрофона руслан ставьте лайки подписывайтесь на наш канал и напишите как вам фрит а также можете написать то о чем я забыл упомянуть ранее ну вот и все пока пока